На прошлых видео лекциях мы с вами рассмотрели первую и очень большую часть, связанную с проектным управлением, так называемый проектный замысел. Проектный замысел – это то, что обычно характеризует в принципе проект. Но, например, если вы будете встречаться с инвесторами, то полностью весь проект очень часто их не интересует. Они говорят «расскажи коротко», это называется «пич», «коротко о своем проекте». Вот тогда вам стоит рассказать только о трех вещах – какую проблему вы решаете, как вы ее решаете и какой уникальный результат вы получите, если реализуете проект. И только после этого стоит говорить о деньгах или о каких-то других ресурсах, которые вам необходимы для реализации проекта. Поэтому проектный замысел – это практически 90% сделанного дела. Но ведь и вторая часть, о которой мы будем говорить с вами в последующих лекциях, тоже очень важна. Что это такое? Краткий анонс. Но прежде всего это план реализации проекта или дорожная карта. О ней поговорим сегодня. А дальше о деньгах, о ресурсах. Это о бюджете, о том, каким образом оптимально использовать эти ресурсы. Это экономика проектного управления. Будем также с вами обсуждать риски, связанные с проектной деятельностью. Ну и еще немного о командообразовании, о том, как составить команду. Но об этом мы будем говорить практически на каждой лекции. Итак, сегодня мы обсуждаем с вами следующий вопрос. Это вопрос планирования реализации проекта. Как правило, первая часть, часть замысливания проекта, она очень интересная, творческая. Это мы проводим мозговые штурмы, мы проводим заседания экспертных групп и отбираем самые важные, самые значимые, ищем уникальные решения и определяем, каким же образом мы будем решать проблему. Все это увлекает. Как правило, вот если говорить на психологическом языке, сангвиники здесь впереди планеты всей. А вот как только дело доходит до дела, вот тут все наши творческие личности разбегаются. Но вот их и надо отпустить, творить дальше. Нам нужны другие. Поэтому мы очень часто делим тех, кто разрабатывает проектный замысел, и тех, кто будет его реализовывать. Вот в плане реализации проекта мы предусматриваем тех, кто будет делать дело, кто будет выполнять придуманные решения, кто будет пробовать это сотворить, то есть создать. Это люди-деятели, это люди, которые могут реализовать поставленные задачи. Это может быть совсем другая команда. Вот чтобы собрать команду под реализацию проекта, нам очень важно составить правильный план реализации. И начнем мы с вами составление так называемой матрицы задач. Что это такое? Это, по сути, дерево цели или составление таксономии. Кого, какой термин больше устраивает. Матрица задач – это тот метод, которым я сама часто пользуюсь в проектах. Она удобна. Если обратить внимание на левую сторону матрицы задач, то это перечень задач и их подзадачи. Как он составляется? Я поделюсь очень простым методом составления перечня задач или построения таксономии. Но прежде всего нужно задаться вопросом. Идти от конца. Что это означает? Это означает не то, как мы будем решать проблему. Мы не этим вопросом задаемся. А мы задаемся другим вопросом. Как достичь цели? Что нужно сделать, чтобы достичь поставленной цели? Вот тут появляются первые крупные ответы на этот вопрос. Ну, например, необходимо подготовить кадры. Необходимо подготовить площадку для реализации проекта. Необходимо согласовать участие в этом проекте различных групп людей. Необходимо провести рекламную кампанию. Вполне возможно, этого перечня крупных задач уже достаточно. А дальше в каждой задаче мы снова задаем вопрос. Что надо сделать, чтобы решить эту задачу? И у нас появляется снова перечень ответов на вопросы. Но ответы должны быть обязательно деятельностные. То есть, смотрите, мы обязательно ставим вопрос. Что надо сделать, чтобы достигнуть цели? Что надо сделать, чтобы решить задачу? Вот ответ на этот вопрос, что надо сделать в глагольной форме. Нужно связать, нужно пошить, нужно сопоставить, нужно построить, нужно привлечь. Вот все эти глагольные формы дадут вам перечень тех действий, которые необходимо совершить, чтобы решить задачу. Вот таким образом мы с вами построим таксономию целей, которая позволит и спланировать, то есть, что значит спланировать? Сопоставить с временными отрезками выполнение каждой задачи, ну и визуализировать через отдельные приемы. Диаграмму Ганта или диаграмму Исикавы, кому какая больше нравится. Продолжение следует...